На выставке 70 холстов Евгения Захарова. Некоторые из них в центре ИЗО выставляются впервые. Любимый жанр Захарова – пейзаж, а тема – малая родина. Для художника это деревня Бухолова Собинского района. Там Евгений Александрович родился 64 года назад. Любовь к глубинке мастер выражает через свет и цвет, поэтому каждая работа Захарова про особое настроение и состояние. Потому что из природы выхватывать и сонастраиваться с этими особенными состояниями, причем часто обыватель просто мимо пройдет, ну это известно, я ничего нового не открываю. А вот художник, автор на чем-то концентрируется и вот как у него это получается. То есть, ну, да, состояние. Зрелые произведения художника относятся к середине 90-х. Тогда Евгений Захаров становится постоянным участником выставок. Его творчество приобретает признание и известность. А все благодаря усердной работе, в том числе на пленэрах. Главная ценность Захарова – живописца в неповторимости. Мастер никому и никогда не подражает. За эту самобытность является лауреатом областной премии в области искусства. В списке его профнаград – медаль «Духовность, традиция, мастерство» от Союза художников страны. Образ родной природы, конечно, художник создает своим именно вот захаровским художественным языком. Удивительная смесь некой экспрессии и лиричности. Я вот смотрел на эти работы и удивлялся, потому что, да, вот второго такого, наверное, мы не увидим художника. Он совершенно по-своему создает вот образ, именно образ. Ведь он в Союз художников вступил уже в достаточно зрелом возрасте. Ему было 42 года. Владимирский живописец не так часто балует зрителей вернисажами такого размаха. Этот проект – уникальная возможность познакомиться с творчеством мастера. Увидеть вернисаж Евгения Захарова можно до 15 января. В том числе по Пушкинской карте. Билет можно купить и онлайн на сайте в музей. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова